Ушел из жизни в столице региона, скончался почетный житель Нарейнмара Тихон Сидейский. Удачная карьера и дружба с известными людьми. Вспоминаем судьбу истинного патриота своей малой родины. Новые правила в администрации региона сегодня приняли ряд поправок, которые упрощают порядок перерегистрации получателей социальных выплат. Расскажем подробности. Сразу и на месте у сотрудников МФЦ появилось право выдавать заверенные копии электронных документов. Нововведения актуальны для жителей труднодоступных населенных пунктов. Как это будет работать на практике? Под жестким контролем Гострожилнадзор станет чаще проверять компании, в деятельности которых выявлено большое количество нарушений, с чем это связано. И юные художники в Нарейнмаре покажут мультфильм на ненецком языке по мотивам стихотворения Алексея Пичкова, где можно будет посмотреть. Об этом и не только. Смотрите ближайшие 20 минут. Здравствуйте. Подводим итоги четверга, 7 февраля в студии Олега Танзейский. Мы начинаем. Одной звездой на небе стало больше. Сегодня ночью ушел из жизни легенда Ненецкого округа, патриот своей малой родины, автор книги «Живу и помню», советская, не устаревает, почетный гражданин Нарейнмара Тихон Сидейский. Его судьбе можно позавидовать, удачная карьера, дружба с известными людьми, космонавтами, политиками, писателями, многочисленные правительственные награды и целая коллекция именных памятных подарков. В 2015 он отметил свой последний юбилей. Тогда в честь 85-летия в Центре народного и декоративно-прикладного творчества открылась его авторская выставка «Семейный портрет на фоне моей жизни». О том, как Тихон Иванович вспоминал лучшие моменты своей биографии, расскажет Любовь Пермякова. Вот по этим значкам, видите, там, можно изучить мою биографию. Спокойно. Только будьте очень внимательны, простей внимательны. Это от пионерии значки. Я их не специально хранил. Как ты знаешь, босик в одно место и все. Это пионерия я был в Комсомоле. Вот. Это партии. Тихона Сидейского по праву можно назвать легендой Ненецкого округа. Он пользовался заслуженным авторитетом не только среди своих земляков, но и увидных общественных деятелей страны, генералов, политиков и даже звезд советского космоса. К его слову прислушивались, и это доказывает случай жизни. Когда в советское время с космодрома Плесецк производили запуски ракет-носителей, нередко остатки конструкции падали на территорию Ненецкого округа. Такого хамства соседей истинный патриот своей земли, конечно, не мог стерпеть. На областном комитете партии Тихон Иванович выступил с жесткой критикой. И сказал. Шутяк, конечно, шутяк так. Потом, что ракеты стреляют на нашу территорию, падают, что воевать начали, что ли, с нами. Не будет. Мы все равно победим. Я раскритиковал этих космонавтов. Не космонавтов, а руководителей. Ракетчик. Ракетчик, космодром. Смотрю, приехал через 3-4 дня, приехал представитель этого космодрома и приехал представитель командующей. Им дали задание, что жить на месте с Сидейским. Потом критиковал. И мы действительно после этого критики стали друзьями. После этого ракетный дождь на территории региона быстро закончился. А на каждом новом запуске ракет Тихон Сидейский стал желанным гостем. Был на запуск три раза. Интереснейшее мероприятие. Это, знаете, стоящий, где-то земля, атмосфера ломается. Меня только спрашивают, Тихона, ты к тебе ближе или дальше? Я говорю, мы можем ближе к этому критики. Лучшим другом Тихона Ивановича долгие годы был космонавт Герман Титов, который подарил ему бесценный подарок – книгу «Голубая моя планета» со своим автографом. Несмотря на многочисленных звёздных друзей и внушительную карьеру комсомольского и партийного лидера, председателя Ненинского окружного исполнительного комитета народных депутатов, который он возглавлял с 1970-й по 1985-е годы, для многих он оставался земным и добродушным человеком. Мы с ним работали в окружками комсомола шесть лет вместе. Я благодарна ему. Я тогда была моложе. Молодая. Хочу сказать, что сколько он нас научил. Мы побывали почти во всех приёмных пунктах нашего округа. Направляли работу комсомольских организаций. Не только работали в этом плане, но и всегда готовили художественные номера. В любом село мы просто без чего не ездили. И вот я так благодарна Тихону Ивановичу, насколько много он положил сил, насколько он сделал полезного для нашего города, для нашего округа. Тихон Иванович был не только грамотным руководителем, что подтверждает многочисленные медали и бесчисленные грамоты от высшего руководства страны СССР и РСФСР, но и человеком творческим и большим жизнелюбом. А иначе как объяснить, что сын Тихона Сидейского Андрей – человек исключительно музыкального слуха, а внук Илья – известный молодой художник. Поэтому, конечно, для меня самое главное бухгалство, самое главное, что есть только в моей жизни – это семья моя. Это жена Рея Петровна, дочка, сын, два внука. Растет семья, появляются новые дети, внуки, правнуки. Тихон Иванович Сидейский скончался сегодня ночью на 88-м году жизни. Любовь Пермякова, Владислав Нускин, Телеканал «Север». Другим новостям. Перерегистрацию для получателей социальных выплат к пенсии будут проводить без привязки к конкретной дате. Сегодня администрация Нинецкого округа приняла ряд изменений в порядок реализации права на получение компенсационных выплат отдельным категориям граждан, проживающим в регионе. Речь идет об окружных выплатах пенсионерам, которые в настоящее время составляют 309 или 3500 рублей в зависимости от трудового стажа. Ежегодно компенсационные выплаты в округе получает 11 тысяч человек. Седние проходят перерегистрацию одновременно с начала года и до 1 апреля. В настоящее время граждане все проходят одномоментно перерегистрацию в течение трех месяцев с начала года. Представленным проектом предлагается перерегистрацию распространить на весь годовой период в зависимости от подачи гражданинам первоначального заявления. Каждому, кто должен пройти перерегистрацию, будет отправлено уведомление или смс-сообщение о необходимости перерегистрации. Это будет происходить не ранее, чем за 45 дней до момента перерегистрации, но не позже, чем за 30. Как и прежде, перерегистрация не требуется лицам старше 70 лет. Еще одно нововведение по запросу жителей Нинецкого округа – это компенсационные выплаты будут продлеваться автоматически, без перерегистрации для пенсионеров, оленеводов и чумработниц, как работающих в настоящее время, так и тружеников тундры в прошлом. Планируется, что изменения вступят в силу с 1 апреля 2019 года. Сотрудники МФЦ смогут выдавать заверенные копии электронных документов. Это позволит значительно сократить сроки выдачи документов по результатам предоставления госуслуг и оптимизировать расходы на доставку, хранение и выдачу результатов предоставления госуслуг. В первую очередь, нововведение станет актуальным для жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов. Проще говоря, теперь сотрудники в офисах МФЦ по всему округу смогут самостоятельно заверять на бумажном носителе документы, подтверждающие содержание электронных документов, и эти заверенные копии будут иметь такую же юридическую силу, что и оригиналы. Благодаря этому новшеству жителям труднодоступных населенных пунктов больше не придется ждать, пока оригинал документов будет доставлен в офис МФЦ, и они смогут получить его на руки. Документ будет направляться в офис МФЦ в электронном виде. В случаях, предусмотренных российским законодательством, результаты предоставления госуслуг по-прежнему будут предоставляться на бумажных носителях. В округе изменены меры поддержки малого и среднего бизнеса. На поддержку теперь могут претендовать компании, которые зарегистрированы и в других регионах. Об этом говорили сегодня на очередном заседании администрации. Теперь на окружные меры господдержки могут претендовать субъекты малого и среднего бизнеса, которые зарегистрированы и в других регионах России. Требования о регистрации на территории Ненецкого округа для получения господдержки снимаются на основании определения Верховного суда России. Взамен вносится требование, что предпринимательская деятельность должна осуществляться на территории региона. Предпринимательская деятельность должна осуществляться на территории Ненецкого автономного округа, а также заявитель уплачивает налоги в консолидированный бюджет Ненецкого автономного округа. К документам прилагаются купе платежных поручений об оплате налогов в субъекты муниципального образования нашего округа. Кроме того, была отменена субсидия на оплату коммунальных услуг субъектом малого и среднего предпринимательства, но введена новая субсидия на аренду помещений для социально направленного бизнеса. Отменяются субсидии на оплату коммунальных услуг. Субсидия на аренду помещений будет предоставляться социальным предпринимателям. Это новая субсидия. Кроме этого, уточняется исчерпывающий перечень затрат, которые субсидируются при осуществлении народно-художественного промысла. Постановление принято окружной администрации с учета доработок, которые будут сделаны в документе по замечаниям окружной прокуратуры. Другим темам Государственного надзора Нинецкого округа перешел на риск-ориентированный подход при осуществлении надзорных функций. Это значит, что жилищная инспекция будет чаще проверять организации, в деятельности которых выявляется много нарушений. Как сообщает пресс-служба ведомства, благодаря изменениям, внесенным в окружное законодательство, применение риск-ориентированного подхода стало возможно в сфере государственного жилищного надзора и контроля за деятельностью управляющих компаний. Теперь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям будут присваиваться различные категории рисков, исходя из которых определяется периодичность плановых проверок. В итоге те организации, которые систематически нарушают закон, будут проверяться гос.ружилнодзором в плановом порядке чаще прежнего. Этот принцип работает и в обратную сторону. Так добросовестные организации будут проверяться реже или не проверяться в плановом порядке вообще. Категории риска будут актуализироваться ежегодно на основании анализа показателей деятельности организации за два года. При этом риск-ориентированный подход не распространяется на внеплановые проверки по жалобам граждан и организаций. Информация о присвоении рейтинга управляющим компаниям и организациям размещена на сайте гос.ружилнодзора Ненинского округа. Вопросы организации образовательного процесса в Ненинском округе обсудили сегодня депутаты собрания на заседании постоянной комиссии. В числе прочих парламентарий обратили внимание администрации проблемы на строительство и реконструкцию школ и детских садов на селе. А также подробно обсудили возможность дополнительных выплат педагогам, имеющим высшую категорию. В начале заседания доклад заместителя руководителя департамента образования Лианы Храповой. Реализация государственной политики в сфере образования на территории округа проходит успешно. Хотелось бы отмечить, что успеваемость составила 97,4%. Оценивается базовый уровень по педивальной системе. И хотелось бы здесь отметить, что 6 обучающихся получили неудовлетворительные результаты, то есть двойки. А математика профильная, которая дает возможность поступать, если сдают ребят этот экзамен, то, соответственно, поступать дают возможность непосредственно на профильное направление подготовки, на специальности. По мнению парламентария, качество образования в окружных школах напрямую зависит от квалификации педагогов. Чем она выше, тем лучше результаты у школьников и студентов. В связи с этим возникло предложение изыскать возможность дополнительного стимулирования педагогов, имеющих высшую профессиональную категорию. Каждое учреждение в порядках оплаты труда предусматривает в рамках стимулирующего фонда определенный процент за получение первой и высшей квалификационной категории. Хотелось бы пока отметить еще тот факт, что стимулирующий фонд предусматривается, конечно, в ряде учреждений, зачастую и более направлен на стаж работы. Что касается квалификационной категории, процент, к сожалению, не так большой, чтобы стимулировать. Еще один вопрос в адрес департамента строительства школы в поселке Нельминос. В 2018 году была разработана проектная документация по строительству школы САД Нельминос. Но она не доделана, может быть. Деньги были предусмотрены. Но идет разработка, да. После разработки проектной документации, прохождения всех экспертиз, будем предусматривать следствия в окружном бюджете на строительство школы САДа. Также в приоритетных проектах строительства Дома культуры в этом населенном пункте в поселке Харута в этом году запланирована реконструкция детского сада. На ближайшие сессии на эти цели планируется выделить порядка 16 миллионов рублей. Жители Усть-Кары волнуют вопрос объединения сада и школы. Но, по словам представителей департамента, опасения напрасны. Оба учреждения будут функционировать автономно. В российской части Баренц-региона стартует трехлетний международный проект по повышению осведомленности жителей в вопросах изменения климата. Это совместная работа Всемирного фонда «Дикой природы России», WWF в Германии и Северного арктического федерального университета. В ходе проекта будет подготовлена и распространена актуальная научная информация об изменении климата для учителей, школьников, студентов, молодежи и всех, кто этим интересуется в Архангельской, Мурманской областях, а также в Ненецком округе. Выбор регионов обусловлен тем, что тенденция изменения климата сильнее всего заметна именно на крайнем севере Европы. Охват аудитории составит не менее 15 тысяч человек. Проводниками информации об изменении климата для молодежи станут школы, университеты и природоохранные НПО. В ходе проекта предполагается разработка интерактивных школьных уроков, университетских лекций, регионально ориентированных онлайн-программ, курсов для учителей, проведение встреч с ведущими учеными-климатологами. Кроме того, будет создана интернет-платформа, на которой будет собрана актуальная и научно обоснованная информация по изменению климата. И в завершении выпуска необычный творческий подарок получат все жители региона в Международный день родного языка, который будет отмечаться 21 февраля. Мультфильм на ненецком языке по мотивам стихотворения Алексея Пичкова уже готовится к местному показу. Мультипликаторами стали самые маленькие жители региона. Подробнее о совместном проекте этнокультурного центра, мультипликационной студии «Кубик» и фотостудии «Добрый день» расскажет Любовь Пермякова. У маленьких представителей коренных народов сегодня ответственный день. Запись звука для будущего мультика. Стихотворение Алексея Пичкова, которое специально для проекта перевели на ненецкий язык, ребята учили дома. Мы записали на диктофон и каждому ребенку раздали родителям. И родители дома это стихотворение учили. И, наверное, такой большой плюс, я вижу в этом, как заведующая отделом ненецкой культуры, что родители, совместная работа родителей и детей. Они не просто принимают участие, они взаимодействуют. Родители многие говорили, что они... Мы не знаем ненецкого языка. Но я говорю, вы не переживайте, у нас есть аудиозапись, вы только слушаете, учите вместе с ребенком. И даже когда вечером дома родители посылали мне запись, видеозапись, как они учат. Запись поэзии – это только часть большой работы, ведь оживляет героев стихотворения сами чтецы. Работа сложная и кропотливая. Воплотить идеи в жизнь, чтобы произведение не только услышали, но и увидели, помогла мультипликационная студия «Кубик». В роли волшебника выступил ее руководитель Сергей Ладыкин. Мы сначала предложили, кто что хочет, но получилось так, что все ребята хотят оленя оживлять. А потом мы уже сделали так, что вот давайте, кому что попадется. Ну, такая форма жеребьевки, скажем. То есть они выбирали каждый своего героя. И дальше подбирались стихи Печкова, ну, создание мультфильма, даже короткого. Это процесс, да, достаточно долгий. То есть нужна сначала идея, потом нужна раскадровка, потом нужно понимать хронометраж, это озвучка, это потом, собственно говоря, сам процесс мультипликации, оживление героев и монтаж. Среди тех, кому уже повезло оживить героев стихотворения, восьмилетняя Изабелла Тайбарей. Она создала свой мультик в технике перекладки. Трудиться над ним пришлось целых пять занятий. Посмотрите, какой лисенок прикольный получился. Теня Коц и Левый, и Натнаку, и Левый. А о чем это стихотворение? Это он гонялся за своим хвостом. А кто он? Лисенок. Мы немножко двигали лисенка, а потом фоткали. Это что? Ты уже увидела свою работу, да, Танас? Красиво получилось? Да. Работы семи юных мультипликаторов можно будет увидеть 17 февраля в этнокультурном центре в рамках мероприятия «Ручей хрустальный языка родного». А 21 февраля мульт работы отправится уже в большое плавание в социальные сети. Любовь Пермякова, Антон Водряков, Юлиана Ройс, Тарас Ваганов, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире и всего вам хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!